народ я не знаю я я не знаю чем все закончится я не знаю чем это закончится для всех нас я не знаю чем это закончится для youtube а я не знаю чем это закончится для в том числе и кулинарных блогеров, да. Прикиньте, все хотят жить, надо же. Давайте сделаем так. Очень любопытно ваше мнение. Попытайтесь вангануть чубу через 3 месяца. На днях вообще появилась новость, что Макдак все. То есть тот самый Макдак, где, блин, по 49 рублей продавались чизбургеры маленькие, тот самый Макдак, который пришел к нам в 90-е или типа того, что он все. Не хочу разводить панику, возможно он вернется, то есть там как бы приостановка, но в современных реалиях гарантии никто не может дать вообще никаких ни на что. Поэтому у меня к вам один небольшой вопрос. Как вы думаете, что будет через 3 месяца? Ванганите! Давайте, давайте, давайте я, я, если Ютуб продолжит работать, я через 3 месяца прочитаю ваши комменты и посмотрим, кто из вас угадал. Через 3 месяца я в славном обзоре, я вернусь к вашим комментам. На Ютубе мы, скорее всего, будем сеть через VPN. Вот, и посмотрим, кто из нас ванганул и угадал, что будет происходить через 3 месяца по всем фронтам. Дорогие друзья, по поводу сегодняшнего спонсора, долго вам сношать мозги я не буду. У меня есть новость плохая и хорошая. Плохая новость заключается в том, что мой любимый спонсор Самура реально поддерживают меня постоянно. Они производятся на зарубежных заводах. А это значит, что покупается продукция Самура за доллары. Я думаю, вы понимаете, что это значит. Сколько будут стоить последующие партии, будет таковым случиться, одному богу известно. Возможно, Самура станет в 2 раза дороже, а может быть в 5. Но есть для вас и хорошая новость. Все партии, которые были закуплены по старой цене, во-первых, сохраняют старую цену, и во-вторых, для вас будет действовать скидка в 35%. То есть, как только эти ножи закончатся у них на складе, да, у них там есть новые линейки, все красивые, бритвенные, вы все это прекрасно видели. Как только они закончатся, по той цене их не будет уже 100%. То есть, они закончатся по той цене, и все. Короче, народ, у вас есть шанс урвать сейчас себе ножи, которые прослужат вам не одно десятилетие, по цене прошлого года, по факту. Ссылка находится в описании, больше таких вариков не будет. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Купи себе хорошую вещь, которая прослужит себе долгие-долгие годы, пока твои рубли не превратились... Пока они не превратились. Ладно, к обзору. А сегодня у нас ностальгический... Не знаю, как сказать. Ностальгический выпуск. У нас тут самые мои любимые и нелюбимые штуки из МакДака. Любимые, включая салфетки. Тут все горячее, потому что мы заказали самовывозом большие пакеты. А в связи с новостями о том, что МакДак сваливает, там огромные очереди... Сколько ты ждал заказ? Ну, не знаю, минут 25-30. А вчера? А вчера я только на вход в очереди стоял минут 40, может быть. Вот что называется, не паникуйте. Ну, у нас здесь два вот таких вот больших пакета и даже чек дали. Давайте посмотрим. Честно говоря, из МакДака всегда самым моим любимым... Мы его для превью уже распаковали. Был обычный чизбургер. Я объясню, почему обычный чизбургер был всегда моим любимым блюдом. На него абсолютно всегда есть... Запоминайте, вполне возможно, это последние кадры чизбургера, которые вы видите в моем шоу. Я очень надеюсь, что нет. Да, и ставьте лайк за мою чудесную крутилку. На него всегда есть акции и немного картошки, соуса и пару таких чизбургеров. Например, они иногда стоили по 49 рублей. Например, вот чизбургер 51 рубль. И с двух чизбургеров и картошки, когда я, по крайней мере, был студентом, я наедался. Он прекрасен. И баланс, вот что мне нравится. Баланс всего здесь идеальный. Здесь немного огурчика, немного кетчупа. Два таких картошка, соус и кола. Это все, что мне было нужно. Когда-то еще раз лакомлюсь я тобой, друг. Ну ладно. Продолжаем. Интересно, как скоро будут на Авито продаваться, знаешь, чизбургер замороженный тысячу рублей. Идем дальше. То, что я никогда не понимал и, если честно, всегда ненавидел, это всякого рода вот такие роллы типа Цезарь Ролл. Мне вот эти роллы не нравились никогда ни в КФС, ни в Макдаке. Я никогда не понимал концепцию чего-то в кляре, а это как бы хлеб, завернутого в лепешку, то есть в хлеб. И всего этого с каким-то количеством майонеза какого-то. Я никогда это не понимал, потому что зачем здесь хлеб с хлебом. И я даже пробовать не буду, оставлю Сане. Мне вот это сочетание безвкусная капуста, безвкусная лепешка и это даже не черри, это обычный помидор. Мне никогда не нравилось. Поэтому, Сань, держи. Класс, спасибо от души, Олег, уважаю. Самая, самая голова была. А ты тоже не любишь их, что ли? Ну, я сомнительно. Я просто не понимаю, если ты можешь взять там биг тейсти какой-нибудь, да, зачем брать какой-то ролл с безвкусной капустой и вот это вот все. Дальше. Также есть гамбургеры. Интересно, сколько они сейчас стоят. 100 или, наверное. Так, на самом деле гамбургер стоит 51 рубль. А, чизбургер 53 рубля, а гамбургер 51. Ну, короче, 50 рублей тут все стоит. Я не понимаю, зачем покупать гамбургер, если можно купить чизбургер. Вот. По большему счету. Это то же самое, только без сыра. При этом разница в цене она вообще никакая. Вообще. Разница в 2 рубля, но за эти 2 рубля ты получаешь еще кусок сыра, которого в гамбургере нету. И мне кажется, слайс сыра стоит этих 2 рублей. Дальше у нас идет царский бигтейсти. Блин, ты любишь бигтейсти? Да, но они как-то очень сильно подорожали, они стали прям сильно дороже в один момент, и я перестал брать просто потому, что типа как 2 бигмака стоят. Да, а мне, если честно, никогда не нравился особо бигтейсти. Дело не в соусе, дело в том, что в нем вот куча этой капусты, которая как бы, если честно, ни о чем. И в чем тема? Я раньше, когда типа был не особо богатым, но уже настолько богатым, чтобы заказывать с доставкой еду, я заказывал себе там 4-5 этих чизбургеров, и они офигенно разогреваются на сковородке. Они реально, ты берешь из холодоса, главное, не в микроволновке, а либо на сковородке, либо в духовке. Просто засовываешь там на 60 градусов в электродуховку и достаешь, и он как будто свежий. А вот эта штука, она уже, ну, не настолько, как сказать, крута. И ее, если честно, не могу сказать, что суперудобно есть. Ну, то есть, штука здоровая. Я не знаю ни одного человека, который бы съел бигтейсти, и у него при этом не вываливалась бы всякая капуста на стол, в коробочку и всякое такое. А бигтейсти, друзья мои, а, вот он, 280 рублей, 279, да, вот, честно, вот не могу сказать, что особый фанат такого. Мне не особо нравится, что здесь вот много этой капусты. По формату он огроменный, поэтому я продолжал даже не буду его портить, оставлю Саня. Из нового, из нового, из нового для нас, да? Сырные палочки. Три штуки за 99 рублей. Вот такие вот еще теплые красотулечки. Я даже вот так, вот так красиво разложу. Ааа. Но, конечно, с доставкой такое себе, потому что оно уже тянется достаточно посредственно. Мне всегда всякого рода сырные палки хочется еще окунуть в сырный соус, потому что сыр там полуадыгейская моцарелла какая-то. Вкуса сырности нету. То есть, я не могу сказать, что большой фанат данного. Также, я небольшой фанат. Вы заметили, кстати, я вообще не фанат ничего получается. Но, тем не менее, наггетсы никогда не любил наггетсы в Макдаке. Я обожал наггетсы в КФС, потому что в КФС наггетсы ты их разрываешь и они, ты видишь, это кусок мяса. А в Макдаке это, не знаю, как сказать, фарш. А, понятно, фарш какой обвалки из чего там было сделано, совершенно непонятно. Поэтому Макдаковские наггетсы это вкусно, но в КФС типа сильно круче. Потому что там прямо куски курицы. Вот и все. Я уже много раз это говорил. Также в Макдаке за последнее время появились куриные, не знаю, куриные стрипсы. Я их, кстати, до сих пор не пробовал, поэтому сейчас я попробую куриные стрипсы из Макдака. А, это крылья. Точно. Первый раз в жизни. Пробуем. Неплохо. То есть это мясо, это крыло. Но опять же ощущение, что в КФС оно прямо сочнее. Здесь курочка немного суховатая внутри. Если сравнивать с ближайшим конкурентом КФС, то в КФС сделано круче. Но очень в меру соли, перца, прямо извиняюсь за крупные планы откусанного, но в КФС ты прямо откусываешь и там прям капает то ли они маринуют их, то ли что. Биг Мак же, друзья мои, стандартный Биг Мак 140 рублей. Торст, я не знаю, я просто столько ел в Макдаке, что я выбрал максимально для себя любимые позиции. И это маленькие бургеры, картошка, соус, вишневый пирожок и креветки в кляре. Опять же, вот мне не нравятся гамбургеры, которые из кучи слоев, которые, когда ты кушаешь, они прям разваливаются, из них все это валится. Мне однажды одна девочка когда-то очень давно подсказала лайфхак. Она просто положила сверху салфетку и прижала его. Что, плоским был? с того времени я ем бигмаки только так. Этот лайфхак был бы полезным нашим зрителям, если бы филе о фиш никогда этой херни не понимал, но она имеет место быть, кто-то, возможно, не ест мясо. Хотя, я вот, я говорю, типа, чизбургер, два чизбургера, картошка, сырный соус, макфлори у них всякие вкусные еще были. Сейчас же есть там макфлори? Еще есть. И филе о фиш это рыба за 168 рублей, то есть, достаточно дорогая штука с соусом таким чем-то типа тартарная история и зачем-то в булку кладется еще вот сухари тоже, то есть, это тоже булка. И это очень странно. Булка с рыбой это капец, какое странное решение и оно всегда мне таким казалось. Я в последний раз в филе о фиш пробовал много-много лет назад и такой не, не, не моя тема. Что у нас еще остается? О, у них есть сейчас вот такая вот история, то есть, это картошечка по-деревенски, вот, с жареным лучком. Называется эта фигня макфлейвор фрайздер. 150 рублей стоит, на самом деле это просто картофан с небольшим количеством суста. Но решение добавить соусец и сверху вот этот жареный лук это очень хорошее решение, потому что если лучок налипает вот так на картошечку, то сочетание прекрасное, как будто картошечка с жареным луком, но хрустящим. И одно из моих любимых, это, друзья мои, пирожки с вишней, с персиком, с чем угодно. Я обожаю эти пирожки по одной простой причине. Они хрустящие, они прекрасно хранятся и на следующий день, если ты с доставкой покупаешь. Единственное, что они тебя всегда подставляют, когда ты их ешь, только откусываешь, у тебя брыжет куда-то прям на соседа. но это просто хрустящая, хрустящая пища богов. То есть, ну вот, еще я мне говорил, как бы ты его не откусил, из него полезет. Но это божественно. Что я могу сказать, друзья мои? Напишите в комменты, что будет через три месяца. Если кто-то из вас угадает, я зачитаю, но только без всякого экстремизма. Возможно, не факт, надеюсь, что нет, но возможно, это последний обзор на МакДак на моем канале. Что-то грустненько как-то немного. С вами был Саня. И сладный дружок был. Кушайте много, кушайте вкусно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Всем пока, надеюсь, увидимся.